Сюжет с разноцветными котами скоро закончится, поэтому я объединил все сюжетные видео в один единый ролик. Но перед этим прошу вас подписаться на мой телеграмм, пожалуйста. Все самое важное всегда там. Приятного просмотра! Сезон первый. Нам надо срочно поговорить. И да, я говорю про это. Все начиналось с маленького пятна в подмышке, а сейчас как минимум половина моего тела уже захвачена. В общем, я решил разобраться в этой ситуации и вот что я понял. Первое. Я стал очень хорошо видеть. Я абсолютно все вижу в пещерах, под водой и на мне нет никаких эффектов. Второе. Обычно Врискос завладевает мной только при появлении опасности. Но сейчас это не работает. Как вы помните, в одном из своих видео на меня точно так же, как и в клипе, напал скелет. У меня закончилось... Стоп! Скелет! Я позвал Врискоса, но он мне не помог. Врискос, помоги! И самое жуткое в том, что он разрастается даже тогда, когда нет никакой опасности. Возможно, Врискос пытается меня предупредить, что грядет что-то реально опасное. Либо он хочет полностью взять контроль над моим телом. Дела у нас совсем плохи. До Врискоса осталось 19 пикселей. И чтобы от него избавиться, я обратился к вам. Вы мне посоветовали выпить различных зелий, от регенерации до слабости. Я перепробовал все из возможных, но ничего не получилось. И тут я увидел комментарий, чтобы я попробовал молоко. Сперва, честно, я подумал, что это чушь, и оно мне точно не поможет. Но как же я ошибался? Смотрите сами. Как только я выпиваю молоко, пятно рассасывается. Логично, что я начал пить очень много молока. Сперва оно даже помогало. Но на третьем ведре произошло это. Что? Да, я неожиданно ослеп. И из темноты начал выходить Врискос. У него был алмазный меч, и он пытался меня убить. Нет, 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 не трогай! Как вдруг я проснулся. После этого случая молоко мне больше не помогает. 18 мая 2021 года я создал наш канал. Давайте пройдемся по всем важнейшим этапам. Офигеть! Неужели это мое первое видео Майнкрафт Но? Майнкрафт Но, если я перестану говорить, то умру. Это дерево я срубил полтора года назад. А здесь я впервые забил голема на видео. О, это же та самая рубрика, где мне запрещено говорить буквы. Что это здесь написано? Итак. Это не просто паркур. Это тот самый паркур с первого видео ответов на вопросы. Именно в этом видео Клей начал просить меня вернуть Аву. Так, а это у нас первая бедроковая тюрьма от подписчика. Этой рубрике почти год. По ощущениям, ей, не знаю, месяца три. А, что это? Погодите, я этого не помню. Что? Появилось зеленое пятно? Врискос позвал меня на смертельную викторину, поэтому сейчас мы решим, кто будет управлять моим телом. Вообще-то моим. Нет, моим. Нет, моим. 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 Итак, первый вопрос. Где настоящая текстура у стержня Энда? Та, у которой фиолетовая подставка. А вот и нет сопля салатовая. Настоящая, это серая подставка. А ты вообще уверен, что ты настоящий? А, что? Скажи мне, пожалуйста, есть ли отличия в этих двух полублоках? Никакой разницы я не вижу. Это просто две дубовые плиты. Нет, это окаменевшая дубовая плита, а это обычная. Что? Такая существует? Да. Можно ли превратить кадавра в обычного зомби? Да, его нужно просто подержать в воде 30 секунд. Откуда ты это знаешь? Я все знаю. Какой блок больше? Блок меда или слизи? Я думаю, блок слизи. Окей, ты прав. Какой факел светит ярче? А обычный светит ярче. Да, это так. Могут ли пиглины открывать двери? Наверное, нет. Ха-ха, неверно. Передавай привет своему фиолетовому манушку. А-а-а! Что? Фух, это был сон. У меня есть информация, которую я обязан вам рассказать. Итак, Врискос захватил мой второй глаз, и вы просто офигеете, что я теперь умею. Если я сконцентрируюсь и представлю себе, например, алмаз, то с помощью этого глаза я смогу увидеть все алмазы в радиусе трех чанков. Но это еще не все. Пересматривая свои прошлые видеоролики, меня зацепил один момент с этого видео. На 57 секунде видно, как кто-то убегает. Видны частицы от ходьбы, но это не самое странное в этом видео. Как раз после этого момента на экране на мгновение появляются фиолетовые числа. 1, 2, 8 и 6. Пока что я без понятия, что это значит, но одно я знаю точно. Я должен что-то с этим сделать. Майнкрафт, но меня два. Я не знаю, что происходит, но почему-то мы разделились. И Врискос пытается меня убить. Я должен как можно скорее найти алмаз и закончить этот челлендж. Иии, давай. Да, я его скинул. У меня есть время, чтобы добыть дерево. Он тоже его добывает? Смотрите, там портал. Здесь три обсидиана. А давайте его активируем. Он уже тут. Я успею, я успею, я успею. Нет, я успел. Закрываем его и сваливаем. Вот блин, он уже вернулся. Ни хрена себе он вытворяет. Если у меня сейчас это не получится, то мне конец. Давай. Все, теперь мы можем спокойно найти алмазы. Так, я нашел дерев... Что это? Ладно, забираем железо. Кирка готова. И кстати, вы не забыли, что у меня теперь есть имбовые глаза Врискоса. Теперь я вижу все алмазы в радиусе трех чанков. Врискос? Ааа, отстань. Что он здесь делает? Я же его скинул в лаву. Стоп, погодите. А как я могу видеть алмазы, если у меня нет глаз Врискоса? Неужели это просто сон? Пятно уменьшилось. Ну, что мне вам сказать? Мы в жопе. Я посчитал, с какой скоростью распространяется Врискос, и вот что я могу сказать. К концу апреля от меня ничего не останется. Даже если я буду пытаться уменьшить пятно, как в этом видео, у меня все равно не хватит времени. Но знаете, я не теряю надежды, потому что пока у меня есть эти имбовые глаза, я смогу все исправить. А если точнее, то кое-что узнать. Как вы помните, мой правый глаз показывает мне все, о чем я думаю. Будь то алмаз или бревно березы. Так вот, с помощью этого глаза я решил посмотреть на тот самый фрагмент видео, где какой-то неизвестный человек пробегает под зельем невидимости. Мне стоит просто сконцентрироваться на этом человеке. Ииии, это оказался фиолетовый код. И я вам даже больше скажу. Именно он дернул рычаг от этого странного аппарата. Я, конечно, не уверен, но возможно, что фиолетовый код и фиолетовые цифры как-то связаны. Фиолетовый код и фиолетовый код и фиолетовый код. Давайте так. Вы набираете 350 тысяч подписчиков в Телеграме, и я сразу же выкладываю продолжение. Ссылка в описании, либо же просто отсканируйте QR-код. Я все еще жду подписки. Ну, пожалуйста, подпишитесь. Все, прошу последний раз. Пожалуйста. Ну, пожалуйста, подпишитесь.